Музыка Холодным январским утром на станции метро Вашингтона расположился мужчина и стал играть на скрипке. На протяжении 45 минут он сыграл 6 произведений. За это время, так как был час пик, мимо него прошло более тысячи человек, большинство из которых шли на работу. За 45 минут игры только 6 человек ненадолго остановились и послушали, и еще 20, не останавливаясь, бросили деньги. Заработок музыканта составил 32 доллара. Никто из прохожих не знал, что скрипачом был Джошуа Белл, один из лучших музыкантов в мире. И играл он одни из самых сложных произведений, когда-либо написанных. А инструментом ему служила скрипка Страдивари стоимостью 3,5 миллиона долларов. За два дня перед этим выступлением в метро, на его концерте в Бостоне, где средняя стоимость билета составляла 100 долларов, был «Аншлаг». Так вот, друзья, игра Джошуа Белла в метро является частью социального эксперимента газеты «Вашингтон-Пост» о восприятии, вкусе и приоритетах людей. Принципы эксперимента были узнать, в будничной среде ощущаем ли мы красоту, остановимся ли, чтобы оценить ее, распознаем ли талант в неожиданной для нас обстановке. Один из выводов этого эксперимента может быть следующим. Если мы не можем найти время на то, чтобы ненадолго остановиться и послушать лучшее из когда-либо написанных музыкальных произведений современности в исполнении одного из лучших музыкантов планеты, и если темп современной жизни стал настолько стремителен, что мы становимся слепы и глухи, тогда зачем же нам такая жизнь? Зачем нам непрестанная погоня за чужими навязанными ценностями? И что еще мы теряем в этой безумной, безумной гонке? Ответ напрашивается только один. Мы теряем саму жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok Вот такой информации сегодня может быть необычной, друзья. Я хотела с вами поделиться. И извините, что не соответствует музыкальное сопровождение. И это, конечно же, не игра Джошуа Белла на скрипке Страдивари. Я, к сожалению, при всем желании не могу вам поставить эту шикарную, замечательную, великолепную музыку в его исполнении, потому что правила YouTube таковы, что меня и этот мой видеоблог для вас сразу же заблокируют. Поэтому, ну вот, как-то получилось так. Вы знаете, очень интересно мне было читать и смотреть комментарии людей по этому поводу, по поводу эксперимента газеты «Вашингтонпост». Многие говорили, ну, придумал. Зачем же было именно в час пик, именно в метро? Вот если бы он где-то на прогулке, где-то в парке начал бы играть, конечно бы он собрал. Много людей, много слушателей. Ну, наверное, эксперимент в том и состоял, чтобы как-то, хотя бы немного понять, что такое наша жизнь и куда мы постоянно бежим, куда мы всё время торопимся, и почему мы никуда не успеваем. Эти вопросы очень интересны и актуальны. И вообще, кто мы на этой планете? Я бы хотела, друзья, опять услышать, что вы думаете по этому поводу и понравилось ли вам вот такое видео.